Войска оснащают новыми постановщиками помех. 16 апреля 2019 года российская газета «Войска оснащают новыми постановщиками помех». Источник изображения – Евгений Епанчинцев, РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в этом году впервые оснастят новейшей системой подавления Поли-21. Начальник службы РЭП округа генерал-майор Сергей Портных сообщил, что современные модули помех помогут войскам выводить из строя беспилотники противника и снижать эффективность его крылатых ракет и управляемых авиабомб. Новая система спроектирована таким образом, что сигналы, отправленные по спутниковым каналам GPS, Galileo и BD, не доходят до приемников вражеских дронов и высокоточных боеприпасов. Это гарантирует надежное прикрытие важных государственных, военных и промышленных объектов от прицельных ударов с воздуха. Умная аппаратура позволяет выставлять в прикрываемой зоне до сотни постов радиопомех с одного-трех модулями в каждом. При этом район подавления чужих сигналов достигает 150 КВ. КМ. Кроме того, дистанционно управляемые и необслуживаемые модули можно размещать на вышках сотовой связи на высоте до 60 метров. Система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в 40-градусный мороз и 50-градусную жару. Генерал Портных также сказал, что в Центральном военном округе уже активно используются комплексы постановки помех Красуха, Мурманск, Борисоглебск-2, а также новые средства борьбы с беспилотниками Силок. Уровень оснащенности цивотехникой радиоэлектронной борьбы превышает 60%. О комплексе РЭП Красуха стоит рассказать отдельно. Он может накрыть непроницаемым для электромагнитных волн куполом территорию в несколько сотен километров. А еще ослепить и оглушить самолеты дальнего радиолокационного наблюдения типа АВАКС и даже космические спутники, используемые для наведения ракет на цели. При встрече с Красухой системой АВАКС перестают распознавать, где свои объекты, где чужие, какими самолетами и ракетами надо управлять. Более того, при острой необходимости комплекс направленным с Земли высокочастотным лучом в принципе может выжечь все электронные системы вражеского самолета, ракеты или находящихся на низкой орбите спутников. Правда, такой режим является скорее чрезвычайным, чем рабочим. К тому же Красуха может создавать видимость неподдающихся идентификации целей. Электронный мозг ударных систем не понимает, кто перед ним свой или враг, а потому не выдает команду на уничтожение или запускает высокоточное оружие в пустоту. Эксперты утверждают, что в таких условиях вполне реальна атака на собственные объекты. Юрий Гаврилов Право на данный материал принадлежат российская газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.